Команда Несбрикс и Кайло Райен приветствуют вас! Продолжатель дел Дарта Вейдера не только имеет внушительное оружие, трехлезвенный меч, но и внушительный рост в 26 сантиметров. Посмотрим, что скрывается в коробке рыцаря. Основной пакет, мелкий. Плащ, довольно крупный. Инструкция. И все. Переходим к сборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Что ж, довольно неплохо, особенно когда он держит меч в своей собственной конструкции. Фигурка очень крутая. Образ рыцаря Рен передан отлично. Доспехи, шлем и облачение архаичного дизайна передают всю мощь темной стороны. Наклейку фигурки нет вообще. Только качественные принты, дополняющие образ. Ткань плаща и нижней части костюма сделаны из очень хорошей ткани. Довольно приятный на ощупь. И довольно простой. Особые детали в наборе, это, конечно же, одежда, меч и шлем Кайло Рен. Кроме подвижных конечностей, Кайло Рен отлично владеет цветовым мечом, которым мы можем управлять с помощью встроенного механизма. Кто же скрывается под маской рыцаря темной стороны? Он родился вскоре после битвы при Эндоре. Его родители были Лея Органа и Хан Соло. Брак сенатора Новой Республики и контрабандиста все время находился под угрозой распада, из-за чего страдал их ребенок Бен Соло, он же в будущем Кайло Рен. Долгое время родители скрывали правду от Бена. О том, что Бен никто иной, как внук Дарта Вейдера. Позже верховный лидер Первого Ордена Сноук увидел в Бене внутренний потенциал и захотел взять его в ученики. Бен взял имя Кайло Рен, обретя темную сторону силы и став учеником Сноука. Также он стал одним из рыцарей Рен. А вернее, одним из лучших рыцарей. Он хранил сожженный шлем своего деда, как святыню в надежде завершить дела своего предка. Как ученик верховного лидера Сноука, Рен стал влиятельной фигурой Первого Ордена. А может быть, и не только Первого Ордена. Делитесь нашими видео с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте. С вами была команда NiceBreex. До скорых встреч!